Гости начали собираться задолго до назначенного времени в Вологодском Кремле «Аншлаг». Ещё бы, ведь это, пожалуй, главное музейное событие года – Ночь музеев. И вот начало положено. Переливы колоколов сменяют звуки электронного пианино. Уже новшество такое приветствие гостей ночи впервые. Живая музыка будет играть всю ночь, сопровождать каждый шаг зрителей. А пока на сцену выходят грациозные девушки-музы. Музы в музее – тема праздника в областной столице в Год культуры. Музы. Напомнить о том, что именно в музее все музы собрались. Все. Здесь и танец, здесь и поэзия, здесь и живопись. Практически все виды искусства в наших коллекциях. Коллекции очень большие. Всего девять красавиц в античных одеяниях, девять покровительниц искусств. После парада они занимают места на своих площадках. Так царство Эвтерпы, вдохновляющие музыкантов, в иосифовских залах. Камерная обстановка, пышные платья, раритетные инструменты, романсы. «Старайся, все, все, разглядать, но просто не терзай, слышай». Это театрализация в минуты музыки. Ещё одно представление уже под началом Трепсихоры. В юго-западной башне Кремля зрителям рассказывали и показывали историю бальной туфельки. От сапожек, четыре пары которых стаптывала Екатерина II за один балл, до ботиков 50-х годов и туфелек для любительниц твиста. Самую разную танцевальную обувь представили волокжанам. Модные тенденции царили и в художественном отделе. Здесь мастер-класс по использованию платков в современном костюме. И ещё множество интерактивных занятий практически на каждой экспозиции. От вышивки до украшения пряников и изготовления сомовской глининой свистульки. «Вот тут подсекается дышка, а потом тут и здесь, и всё». Масштабная интерактивная экспозиция развернулась и под открытым небом. Здесь, например, главенствует век 20-й. Десятки ретро-мобилей впервые представлена такая объёмная коллекция. «Это машина «Москвит-401». Самый первый автомобиль в сегодняшнем сети «Автокром» в России. Захотелось такой ретро-автомобиль. Я купил пять автомобилей, их разобрал все, из пяти сделал один». Военные машины тоже были. Свой лагерь развернули и вологодские поисковики. В том числе они представили и находки из последней экспедиции. «Есть несколько видов саперных лопаток. Магазин от пулемёта Дегтярёва танкового. Магазин от пулемёта МГ немецкий». Кстати, очки на нашем собеседнике – как раз находка одной из экспедиций. Вообще, костюмы были продуманы до мелочей. Например, Александр Метёлкин, председатель Вологодского объединения поисковиков, предстал в роли подпоручика царской армии. «Вот рубаха, гимнастёрка, можно сказать, погоны с номером полка, ну и со звёздочками, портупея с ремнём, планшет. Он реально тех лет». Традиционно ночь музеев – это ещё и ночь перевоплощений. Можно почувствовать себя и дамой 19 века, и водителем автомобиля 50-х годов, или, например, русским воином 10 века. Кстати, эта кольчуга ещё лёгкая, всего 7 килограммов. Вот эта, например, весит 23 килограмма. Примерить кольчугу, шлем подержать в руках реплики средневекового оружия можно было в консисторском дворике. Здесь расположился военно-исторический клуб «Ратник». Вообще, это лишь малый список того, что можно было увидеть и услышать на ночи музеев. Были и мастер-классы в музее Кружева, и чтение на поэтической поляне. И, конечно, особой популярностью пользовалась смотровая площадка колокольни Софийского собора. Романтики не упустили возможность увидеть ночную, искрящуюся огнями Вологду с высоты птичьего полёта. Дарьян Финогенова, Василий Попурин. Новости Вологды.